Смотрите выпуски. Бродячие собаки терроризируют уфимцев, их чипируют, но потом все равно выпускают на улицу. Как работает и выживает букинистический магазин в Уфе. И почему забросили бобслейную трассу в Башкирии. Она была первой в СССР. На этих шокирующих кадрах стая бродячих собак на детской площадке буквально рвет на части кота-полкана порода Мейн-кун. Силы были неравны, у несчастного животного не было ни единого шанса выжить. Хозяйка Лилии потрясена потерей питомца. Звонила соседка, сказала, что выйди, по-моему, твой полкан лежит на детской площадке. Я вышла, это действительно был он. То есть ребенок у меня не знает, что произошло. Я сказала, что он потерялся. Это до сих пор для нас большая трагедия. Жители жилого комплекса Балановская Слобода столкнулись с агрессией бродячих собак. Животные нападают на домашних кошек. Мейн-кун-полкан не единственная жертва стаи. Наша кошка пострадала первым. То есть тут начали бегать и бродячие собаки. И как-то мы потеряли свою кошку и увидели ее потом загрызанную. Детям, да, не рассказали, что с кошкой произошло. Просто сказали, что кошка ушла. В чате жителей жилого комплекса часто обсуждают гибель очередного питомца, сопровождая сообщения жуткими фотографиями. Но больше всего люди опасаются, что стая собак начнет нападать на детей. Летом сводки с полей практически действий, боевых действий, как я понимаю, происходили. Там каждое утро, чуть ли не каждое утро фотографии затоптанных кошек. То есть постоянно там жалуются, что на детей набрасываются собаки. И как бы, ну, тяжелая ситуация. Протечь собак у нас очень много. Хотелось бы, ну, как бы задать вопрос администрации. В связи с тем, что мы даже боимся иногда выйти с детьми прогуляться на улицу, так как их очень много бегает. Особенно по ночам они очень часто гоняют кошек. Ну, то есть наши домашние кошки. Еще недавно бродячих животных отлавливали и усыпляли. Но после гуманизации законодательства по ответственному обращению с животными, их стерилизуют, метят и выпускают обратно в их среду обитания. Вот так потихоньку, потихоньку эти собаки уничтожили. У нас тут порядка 10 кошек. Обращались в государственные службы, но никакой реакции нету. Типа собаки чипированы, стерилизованы, ничего страшного, что, ну, мы, больше наших компетенций ничего нет. Приюты заполнены, мы ничего сделать не можем. Вот. Как-то так. Как решать вопрос, не знаю. И было как-то несколько дней, каждую ночь по кошке они раздирали. Вижу, лежат под кустом собаки, приезжают мимо мужчины на велосипеде. Они погнались за ним. А так может и ребенок оказаться. Да даже с маленькими собаками, когда выйдут гулять, тоже могут напасть. В администрации Демского района нам сообщили, что им ничего не известно о фактах нападения собак на людей. В службе скорой помощи и полиции таких случаев не зарегистрировано. Отлову подлежат животные, которые ранее не подвергались отлову. Отловленным животным проводится стерилизация, вакцинация и чипирование. После чего здоровых и не агрессивных собак возвращают места прежнего обитания. Рейды по отлову собак в Демском районе выполняются ежедневно согласно заявкам жителей. Большинство жалоб поступает на уже чипированных собак, которые нарушают тишину в ночное время суток. Однако чипированные собаки, не проявляющие агрессию по отношению к людям, повторному отлову не подвергаются. Если в Балановской слободе чиновникам ставят в укор бездействие, то в микрорайоне яркие их обвиняют в другой крайности. По словам местных жителей, сотрудник управления ветеринарии Башкирия отравил собаку. Сотрудник управления ветеринарии ПОРБ приехал, кинул собаке какое-то лакомство. После этого собака, местная любимица, стерилизованная, очень добрая собака, скончалась в долгих мучениях прямо на детской площадке. Он присел на эту скамейку, кинул ей кусок, после чего собака его съела. Вследствие этого или этого собака скончалась скоропостижно на этом месте. На видеокамере было зафиксировано мучение собаки именно вот на этом месте. Множество детей видели эту ситуацию. В управлении ветеринарии Башкирия категорически исключает возможность отравления собаки их сотрудникам. При этом не отрицают его возможного присутствия в микрорайоне по служебной необходимости. Хотелось для достоверного установления причины гибели иметь результаты патологоанатомического вскрытия. В штате у нас находится более 2,5 тысяч сотрудников, но пока проводим служебное расследование. Но, опять-таки, изучая видео, мы, например, не видим, что собака съела, она понюхала и ушла. Считаем, что экспертизы должны независимые эксперты проводить, чтобы потом не было толкования, что мы сделали неправильную экспертизу. Изучив вот эти фото и видеоматериалы, они, во-первых, не доказывают сам факт гибели животного, во-вторых, не устанавливают причины этой гибели, и, в-третьих, они имеют достаточно серьезные временные интервалы. Поэтому мы считаем, что это просто инсинуации и нагнетание обстановки. Жильцы также полагают, что без независимой экспертизы не обойтись. Сейчас они занимаются поиском специалистов, которые проведут все необходимые исследования и установят причину смерти собаки. Местные жители похоронили собаку по всем правилам, но, видимо, скорее всего, нам придется вскрывать тело для уточнения, действительно это была отрава и кто к этому имеет отношение. Допустим, в прошлом году осенью в Черниковке напала собака на взрослого человека. Эта проблема такая общая, то есть, я так понимаю, приняли этот закон гуманный о животных, которых нельзя там, ну, как-то, я не знаю, как это делать, конечно, правильно, что вот их чипируют, стерилизуют и отпускают на воле, и все. А дальше они живут сами, как хотят, вот, но это же животные, они тоже хотят кушать, питаться, они хищники, по сути, избивая стаю, вот, они дичают просто и нападают на животных, они уже почувствовали вкус крови и просто ищут себе пропитание. А этот вопрос нужно решать как-то, наверное, все-таки на более высоком уровне. Мы-то можем, да, здесь забор сделать, как-то отгородиться, но проблема-то не решится. Зоозащитники также считают, что отлов животных с последующим их освобождением – это порочная практика, не решающая проблему четырехлапых беспризорников. Пока не будет приютов, будет твориться вот этот бардак. И в Башкирии нужен не один приют. Причем не приют, а приюты. И туда после отлова помещать животных, чтобы не выпускать на улицу, а помещать приюты. Из приютов уже искать им дом, хозяев. А в отлове нет времени искать хозяев. Как максимум там собака находится 10 дней. Большинство бродячих собак в наших городах – это выброшенные домашние животные или их потомки. Низкая культура владения животными пополняет ряды обездоленных собак. Если в их бедах виноваты люди, то и помочь им обязан человек, ведь больше некому. Артур Бигнов, Виталий Федотов, Телеканал ЮТВ. Ремарк у нас прям разлетается. Да, Ремарка берут в основном девочки. 16-20 лет. 450 рублей за новенькое издание «Триумфальной арки» – роскошь как для студентки со стипендии в 2000 рублей, так и для того, кто сидит на зарплате. Поэтому те, кто хочет сэкономить, обращаются за помощью к букинистам. По сути, букинист – это посредник между тем, кто уже прочитал книгу и тому, кто хочет найти что-то такое особенное. Задача букиниста – правильно оценить книгу и найти ей нового хозяина. В центре города магазинчиков с демократичными ценами на старые книги достаточно. А в Черниковке он появился недавно. Открыли его два брата в самом начале пандемии и из-за расположения дали ему название – подвал. Было очень много свободного времени, потому что другие виды работ многие были приостановлены. Началось это стихийно. Как-то сначала какие-то продажи книг через интернет. Потом мы подумали, а почему бы нет? Надо выходить из рамок интернета. Сейчас все уходят наоборот в интернет. Мы решили выйти в офлайн. В Черниковке давно такого не было. Мы подумали, что почему Черниковку обижают? Неужели здесь нет читающих людей? Сейчас, говорит Андрей Читательского, бума в стране как в 80-х нет. Но любители хорошей или редкой литературы все-таки есть. Да и подорожание бумаги в этом году не сказалось на ценах старых книг. Очень большое. В этом году было подорожание бумаги на 15-20%. Каждый год задают детям довольно обширные списки. Когда ты приходишь с этим списком в магазин, у тебя выходит 3-4 тысячи рублей. Это за лето. А у нас можно собрать школьную программу на 300-400 рублей. Допустим, вот такая вещь, к примеру, она стоит на полочке, все по 20 рублей. Это собрание освещения Лермонтова в двух томах избранное. Цена невысокая, но для каждой книги она определяется индивидуально. И просто посмотреть на нее для этого недостаточно. Довольно редко собранница. Собранница советских поэтов. Никогда не сталкивались с этим. Вот нашлась такая стоимость вот этого собрания, на самом деле, на данный момент 700 рублей. У нас 67-й год. Нам сдатчик принес. Как вы ее оцените? Мы не знаем. Некоторые люди приходят и говорят, я хочу вот за это получить 500 рублей. То есть, если мы с этой книжкой не сталкивались, мы начинаем ее мониторить по различным гликнистическим сайтам. Естественно, сделать в дальнейшем скидку на состояние. Такие книжечки доходят до 30 тысяч за двух томочек. Можете подержать в руках, прикоснуться к прекрасному. На покупку книг Андрей с братом денег не тратят. Литературу их снабжают те, у кого чтиво дома занимает лишнее место. И несмотря на низкую цену книг, вопрос с выручкой решен, а конкуренции между букинистами Уфы почти нет. Я могу сказать, ну, с учетом того, что магазин у нас молодой, и нужно еще очень много сделать. Но мы, несмотря на это, точку безубыточности мы преодолели. Магазин работает невыбудок. На Ленина магазины могут между собой конкурировать, находясь там в соседних домах. Да у нас дружеские отношения и с теми, и с другими. Мы помогаем друг другу. У них какая-то своя заявочка на определенную книгу появилась, у нас своя. Мы можем обменяться. Помочь друг другу. Почему нет? Это всегда. Это выгодно и нам, и нашим друзьям с центра. Бороться за покупателей с другими букинистами Андрею и его брату не приходится. А вот интернет-площадки, где электронные книги стоят также дешево, и сетевые магазины – это ощутимые соперники. Мы покажем человеку то, в чем он действительно заинтересован. А когда человек приходит, говорит вот так, вернемся опять, Павланник, ты знаешь, что каких авторов ему еще можно посоветовать. Мы выигрываем тем, что мы готовы обсуждать каждую книгу с покупателем. Никогда в сетевом магазине тебе никто ничего не расскажет. Тебе скажут, так, полочка с современкой там, идите, выбирайте. Ну, всплывут подсказки детской книжки, тебе всплывает подсказка «Коникс там» или еще что-нибудь. Да это абсолютно несвязанные вещи. Частый посетитель магазина – житель Черниковки и фотограф Андрей Шуняев. Он пришел поговорить с нами и внезапно накупил книг на месяц вперед. Я сюда периодически захожу, но из-за того, что здесь очень клиентоориентированный магазин, мне периодически в Инстаграм пишут, например, меня интересуют книги зачастую по истории Уфы. Сегодня я купил первое издание Венедикта Ерофеева «Москва петушки». Это, я считаю, что великолепное приобретение. Я купил, ну, тут только первый том, но я купил двухтомник «Монтэня». Это прекрасная философия, я считаю. И купил подборочку «Над гнездом муртазы». Это газетная хроника властвования первого президента республики Башкортостан. Книгам, которые купил наш знакомый, уже немало лет, и во время чтения он вполне сможет найти что-то интересное между страниц. Таких находок от прежних хозяев в магазине скопилась целая кипа. У нас за последнее время, только за, наверное, с весны вот это вот набралось. Ну, какой портрет. Рисунки встречаются какие-то, записки. Володя-то опять не сдержал слова. Вот какой-то Володя не сдержал слова, она уехала в сад. Саше надо дать денег, и хлеб на хлеб, и мелкие расходы. Фотографии, как дамы пьют алкоголь за столе. Ну, даже не так давно повесть. Какой-то ребенок писал повесть. Видно детские почерки, видно такая школьная эта. Выдумка там 3-4 главы. Глава первая, я там делал то-то-то. Интересно читать, интересно. Я думаю, даже человеку, который это сдал, может быть, он вспомнил бы и порадовался, но не знаем. Если контакты остаются, то находки возвращаются хозяину. Но, кроме этого, Андрей с братом собираются заняться полноценной вывеской и считают, что когда-нибудь их небольшая книжная лавка станет большим магазином. Егор Полторыхин, Виталий Федотов, телеканал ЮТВ. Ребята, кто лучший выпуск лист в союзе на сегодняшний день? Ну, это, конечно, олимпийский нефтепон. Янис Кипурс, Александр Козлов. А ты их считаешь? Ну, у нас в Мелюзе, наверное, Ягудин и Середкин тоже не хуже. Мелюз – это маленький зеленый городок на юге Башкирии. Кто-то знает его из-за близкого расположения к Нугушскому водохранилищу, но лишь немногие вспомнят, что в свое время в городе действовала настоящая кузница спортивных кадров. Сложно поверить, но в 80-е годы прошлого века на горе Кунгак возле Мелюза построили бобслейную трассу, на которой проходили всесоюзные соревнования. Ильдус Ягудин был одним из первых, кто прокладывал дорогу этому спорту в Башкирской АССР. Данную трассу начали строить в 80-х годах. В начале 80-х годов по проекту правительства СССР тогда еще данная трасса была первой, единственной в Советском Союзе. На этой трассе были подготовлены, в первую очередь, благодаря этой трассе в СССР появились первые олимпийские чемпионы, призеры олимпиад, чемпионы мира. Бобслейный комплекс получил название Кунгак, по наименованию горы, на склоне которой он был построен. После открытия трассы в 82-м году на нем прошло 20 региональных соревнований и 4 чемпионата СССР. На первых порах здесь проводились такие серьезные соревнования. Чемпионат СССР, Кубки СССР, спортехиады народов СССР в 86-м году. Кроме бобслей здесь проводились соревнования по самому спорту, соревнования в основном республиканского штаба. Приезжают самоченьки города Уфы, наши милюзовские. Ильдус Ягузин один из тех, кто участвовал в соревнованиях по бобслей на комплексе Кунгак. По словам мастера спорта СССР, трасса в милюзе была достаточно сложная и нередко приводила к нештатным ситуациям. Первоначально трасса пролегала, скажем так, вот старый желоб проходит, стартовая площадка для бобслейстов была короткой. То есть разбежаться, разогнать боб в полную меру не получалось, поэтому старт подняли повыше. Сандочники катались тоже. Для сандочников проблемно было то, что трасса желоб, вернее, довольно-таки широкий для того, чтобы они спокойно проходили. Желоб широковат. И вот были случаи, что сандочник едет там, если неправильно отреагировал на виражах. Их просто-напросто здесь разворачивало. Непредвиденные ситуации во время соревнований и тренировок случались и с Сергеем Середкиным. Сергей тоже мастер СССР по бобслею и участвовал в спортивных событиях на санно-бобслейном комплексе Кунгак. Была такая история. Мы готовились к Спартаке Народов СССР в 1986 году с разгоняющим, с Владимиром Гориным. И попробовали пройти новую траекторию по трассе. Вон там есть второй вираж, значит, он такой двойной. Заходили в два захода. Решили в один заход. Но не удержали, упали вот тут, перевернулись. И вот тут разбили козырек. Согнули им боб. И вот согнуть его очень сложно. Тут бетон оторвался. Улетел вот так вот через греи. Геи были маленькие. На крышу разбил крышу. Вот такая история была. Сергей Середкин хорошо помнит Спартакеаду Народов СССР. У мужчины до сих пор на стене висит фотография с этих соревнований. На столь важное событие приехали сотни спортсменов, журналистов и гостей. Маленький городок на несколько дней стал спортивным центром страны. Это Спартакеаду Народов СССР 1986 года. Рижская киностудия приезжали снимать. Что? Батыши лидеры были тогда. И фотографии на выставке народного хозяйства БДНХ в Москве. Ну и ребята, значит, с Ленинграда экипаж привезли мне их. Как-то, видимо, договорились там. Ну, не украли точно. Видимо, купили. Ну, как-то, я не знаю, может, тоже замагаричи. Ну, залить только не к, значит, я их. У них подарили мне их. А вот Эльдус Ягудин в своем гараже держит настоящий раритет. Боб с зимних Олимпийских игр 1988. На подобных санях милиузовские спортсмены тренировались на комплексе Кунгак. Вот перед нами легендарный Боб. В 1988 году к Олимпиаде в Калгари. Скажем так, маленькая фирма латышская под руководством УПАТНИКСа сделали два вот таких Боба. Впоследствии которых назвали русской ракетой. Вот именно на этом Бобе в 1988 году Янинский пурс и Владимир Козлов выиграли Олимпиаду. Это большой, огромный фурор навели. Ну вот, после этого, как уже сказал, повторюсь, русской ракетой Боб обозвали. Право проведения спартакиада народов СССР 1986 года милиуз получил не случайно. Это была первая бобслейная трасса в стране. Но что же привело к полному упадку комплекса? Самая главная ошибка, то что в таком плачевном состоянии трасс находится, самая первая и главная причина, то что строительство такого серьезного объекта доверили, скажем так, не профилированным, не подготовленным сотрудникам. С развалом Советского Союза для санно-бобслейного комплекса Кунгак наступили тяжелые времена. В начале 90-х финансирование урезали из-за политической неразберихи и экономического кризиса. Кроме того, комиссия, которая инспектировала и без того опасный объект, установила, что дальнейшие тренировки спортсменов возможны только после капитального ремонта и устранения технологических ошибок в конструкции. Однако на это не нашлось ни средств, ни желания. Теперь некогда знаменитая трасса стала объектом индустриального туризма. Дмитрий Есенников, Андрей Кузьмин, Сергей Ямаев, Телеканал ЮТВ Дмитрий Есенников, Андрей Кузьмин, Сергей Кузьмин, Сергей Кузьмин, Сергей Кузьмин, Сергей Кузьмин.